привет друзья у нас очередные вечерние ночные прогулки сейчас ровно полночь мы находимся в районе фискерволен или хвервен бухта я здесь гуляю часто как вы можете знать и сегодня я расскажу вам о том как не попасться на удочку с камерам как их распознать как понять что это с камеры как понять что это мошенники как им не доверить ваши деньги фиатные или крипту как им не доверить ваше время об этом всем я буду говорить данном видео кстати это видео есть в английской версии guys who for you who are watching and would would like to watch this in english there will be an english version somewhere near this video please check it out if you wanna watch this in english ok i gonna turn back to russian ну как обычно мы будем гулять вместе по пляжу и я буду вам рассказывать поехали прямо сейчас и так было было бывало ли у вас такая ситуация вы сидите в каком-нибудь популярном мессенджере самыми яркими примерами могут быть ватсап и telegram но вы совершенно не ограничены на самом деле этим и мессенджером это может произойти где угодно совершенно вот вы сидите в этом мессенджере и ну вам пишет какая-то симпатичная девочка очень часто у нее может быть китайский аватар или какой-нибудь другой но в целом она может выглядеть как китаянка или японка или как какая-нибудь симпатичная модель у нее может быть много фоток и она вам пишет привет я тебя нашла в такой группе не хочет поболтать бывало ли у вас когда-нибудь такое если бывало посмотрите это видео до конца и я вам расскажу что это такое что с вами будет происходить дальше если вы будете общаться с этим человеком я рассказываю это неспроста потому что я таких скамеров очень давно знаю и разговаривал с ними множество раз в различных мессенджерах я знаю также что виды скама эволюционируют постоянно естественно люди мошенники кто пытается скамить людей они усовершенствуют свои инструменты каждый день находят новые скажем так методики общения с людьми и иногда очень часто я не знаю думаю что в половине случаев и может и чаще у них получается реально обмануть человека что же они как же это все происходит ну во первых для того чтобы обезопасить и как себя от этого обезопасить во первых для того чтобы себя от этого обезопасить всегда обращайте внимание на яркие индикаторы яркие индикаторы что это такое ну например если ваша интуиция такая вот у вас звенит прям такой колокольчик динь 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 что-то не так что-то не так не продолжай говорить с этим человеком с ним что-то не так верьте своей интуиции перекратите говорить с этим человеком скорее всего это вы вы сэкономите время и возможно вы спасете ваши деньги и ваши нервы и так после этого проверяйте даты создания аккаунтов знаете у людей обычно аккаунты которые не создали давно до человек может быть технически не подкованный но обычно у людей все-таки аккаунты созданы 2005 у кого-то даже раньше 2006 2010 2015 может быть несколько лет назад окей но обычно у реальных людей гуглятся имена можно найти их статьи можно найти их аккаунты можно увидеть кучу проб что они существуют но у скаймеров очень часто этих аккаунтов не хватает потому что они постоянно эти аккаунты постоянно банят естественно их удаляют их блокируют они сами их блокируют или сервисах блокирует неважно вот то есть такое происходит постоянно поэтому они вынуждены регистрировать новый аккаунт однако имейте ввиду что не обязательно если с вами говорит скамер у него должен быть аккаунт который зарегистрирован вчера или недель назад или месяц нет у него может быть зарегистрирован как он год назад полгода за год назад может быть два года назад но в любом случае это будет недавно относительно недавно окей может быть год-два вот это максимально что я видел но могут быть и исключением затем посмотрите город что это за город если это скамер скорее всего он будет пытаться пытаться вас убедить что он из вашего же города по спорту задавайте ему какие-то вопросы про ваш город знает ли он где находится центральная площадь знает ли он как пройти год знает ли он улице вот этот момент можете проверить я уверен что он не знает потому что скамер находится в какой-нибудь нигерии используется vpn или еще в какой-то африканской стране еще где-то и вообще это может быть не не девочка мальчик и в общем да имейте в виду что как какова методика работаете с камер достаточно простая они будут пытаться развести вас на диалог причем очень часто в 1 2 3 итерации диалога они не будут затрагивать основную тему основное направление по которому они будут вас скамить то есть вот они будут это они это понимают что люди насторожно будут воспринимать и поэтому они эту тему оставляют для значительно более поздних разговоров они могут с вами разговаривать днями могут прям подолгу могут подробно могут вам риск присылать фоточки возможно фоточки даже настоящие вот то есть пытаться делать вид что они с вами дружат еще интересный может знать вопрос если у тебя друзья очень часто эти скамеры отвечают ну вот у меня были друзья но они меня кинули скорее всего это на самом деле значит что это скамер и он сам кинул потому как это не вовсе ничего подобного это вообще не его друзья это по его предыдущие жертвы вот так такой тоже вопрос то есть много на самом деле способов проверки есть вот что дальше будет с вами происходить если вы продолжите говорить с этим скамерам постепенно со временем он вас он вам будет она он неважно будет вам рассказывать о том что ну вот у меня есть далекий родственник или дядя или знакомый который много зарабатывает либо у него трейдерское агентство либо он сам трейдер либо он вложился в крипту либо у него есть какая-то схема дохода с бизнесом и так далее вот что то такое вам будет обязательно об этом подробно рассказывать но это произойдет не сразу как я уже сказал этому вы можете до этого момента быть знакомы уже несколько недель а то и месяц вот и но если вдруг вас на вам немножко закидывать удочку про крипту или про финансы вы начнете об этой на эту тему говорить даже такой непринужденный диалог со временем вы можете заметить что вам как бы почему-то подсказывает вас пытаются заставить спросить чтобы вы спросили про эту трейдер или дядю или родственника или вот эвере the story is то есть как только вы спросите про эту дядю или родственника вам сразу же выкатят рассказ о том как он замечательно смог заработать на крипте или на трейдер или на чем угодно вот и значит дальше и соответственно миссия задача этих камер очень простая они вас выводят на то чтобы вы просто ваши фиатные средства или вашу крипту а то и может быть и то и другое или ваша identity засветили то есть вы потратили свои деньги или потратили потом потеряли свою личность так скажем дал то что как происходит это дальше то есть вам дальше могут дать адрес для перевода сказать вот мы кидай деньги мы вот займемся этой схемой как бы типа того давай инвестируй в нашего успешного трейдера родственника это может выглядеть даже более сложно очень часто есть такие скамы когда человек вам говорит ну смотри я как бы вот биржа короче я на ней трейд же она очень выгодна на ней вот есть вот это вот схема вот эта штука вложив нее а что на самом деле себе будет представлять это биржа это будет фишинговый сайт который скопировал с популярного сайта типа блокчейн ком или еще какого то если вы разбираетесь в крипте это вам большой плюс потому что вы будете знать что этот сразу увидишь что этот сайт куда-то скопирован смотрите на интерфейс смотрите на логотипы смотрите на домен скорее всего увидите что домен поддельный там в домене будет какой-то другой символ или буква какая-то с печаткой и вы бы очень быстро поймете что это фишинговый сайт для чего это делается фишинговый сайт все очень просто во первых когда вы там регистрируется выводите свой пароль многие люди используют один и тот же пароль везде таким образом даже зарегистрировавшись и нигде никуда не отправляя деньги вы уже помогаете преступникам узнать ваш типичный пароль через который они взломают вашу почту и выведут ваши деньги самостоятельно точнее они не взломают вашу почту они ведут пароль который вы самим оставили есть если же пойти дальше зарегистрироваться это реально работающий будет сайт то есть на него можно зарегистрироваться в этом смысле в том смысле что не может зарегистрировать зайти в учетку потом вам скажут ну там создай кошелёк как обычно закинь денег на биржу ну сам знаешь могут даже скинуть официальную инструкцию с другого сайта где очень похожие скриншоты и там будет типа зайти зарегистрироваться возможно там даже какая-то псевдо проверка личности с которой кстати ваши документы могут украсть вот но после этого вам будет кнопка доступна пополнить и будет конечно адрес bitcoin адрес манера или еще какой-то адрес будет вам высвечиваться и предлагаться будет минимальное пополнение на сумму какую-нибудь странную не на 5 или 10 долларов как-то обычно или на доллар да она какой-то 200 долларов или 500 или 1000 как как на каких-то странных трейдерских сайтах бывает вот это это тоже должен это все звоночки вам ребята в каждый из этих функций ков это для вас звоночки такие даже не дочки колокола прям колокола что что-то не так что-то идет не так не попадаетесь на такой скам вот ну и в общем естественно они будут вас пытаться заставить на этот кошелек скинуть крипты или купить это крипты и скинуть кошелек а потом они просто исчезнут со всеми вашими деньгами возможно даже домен исчезнет ник исчезнет через какое-то время и все пиши пропало как бы они исчезли то есть что я рекомендую делать смотреть внимательно проверять учетки что созданы давно или недавно особенно подозрительные учетки китайских девчонок с китайскими аватарками очень симпатичные китайские девочки выбирают каких супер симпатичных специально чтобы чтобы парень думал ну такая красивая но вдруг это настоящая контакт вдруг это не фейк и до последнего можете в это верить и как бы на этом попасться естественно люди склонны дави начинаю начинать доверять друг другу со временем и поэтому скамеры это знают и и ара если раньше скамеры старались вас сразу нашутить до мошенники какие-то моментально вас сделать быстрый обман сейчас на то чтобы украсть у вас там 200 долларов или 500 люди могут тратить целые месяцы потому что они параллельно с вами еще ведут таких десятки осой сотни диалогов и ну окей нас скаманут вас не скаманут вас не им не важно как бы у них есть еще куча людей которых они пытаются соскамить и когда кого-то из них они соскамят они просто все свои аккаунты поудалят потому что минимальная как бы минимально необходимая для них объем работы он выполнен и они получили этот доход и все им как бы дальше не интересно вот и точнее они они хотят замести следы дополнительно чтобы их не нашли кроме кроме того что им вы его же становится интересно естественно это тоже важная причина вот то есть и пользуйтесь вашей интуиции пользуйтесь принципами таким если это кажется что это слишком хорошо то что вам расскажут что вам обещают скорее всего так и есть скорее все это обман ты скорее всего этого нет если вы хотите зарабатывать на крипте не верьте никому никогда ребятки сами делайте свой дай 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 джонс дай дэл джонс сами делайте свое исследование гуглите читайте про крипту смотрите по и пробуйте кошельки будьте осторожны не рискуйте крупными суммами теми которым вы не готовы потерять до поработайте с этим несколько месяцев а лучше годик а лучше больше до того момента как начнете сами как бы там активно инвестировать сами активно поддерживать вам никто не нужен для этого поверьте если у вас есть крипта и вы хотите куда-то ее вложить чтобы она типа работала чтобы деньги не лежали да как говорят друзья поймите одну простую вещь крипта она сама по себе офигенная инвестиция не нужно рисковать криптой у меня очень много друзей кто вложились каких-то непонятных рандомных трейдеров кого-то там у красивый лендинг кто-то красивый видос снял кто-то там друг кому-то посоветовал подруг посоветовал потому что дурак или потому что рефералка или потому что и то и другое вот не ведитесь короче на такие истории делайте собственные исследования будьте осторожны если вы хотите инвестировать какую-то крипту инвестируйте в крипту не нужно куда-то эти деньги пересылать не нужно в какие-то фонды вкладывать друзья крипта сама растет динамичней чем почти все трейдеры потому что трейдеры они выигрывают деньги в 10 процентов случаев 90 они теряют если валово так посмотреть и вы вкладывая в трейдинг вы в девяти из десяти случаев этих трейдеров вы будете также точно вкладывать в те самые 90 процентов которые убыточный трейдер даже если это честный трейдер даже если он не хочет украсть ваши деньги просто в какой-то момент рынок он что-то не отреагирует вовремя на какой-то шаг рынка но прикол в том что если вы играете в лонг и вы просто купили крипту и просто положили и грубо говоря под подушку вот не не ассоциируйте крипту никогда с фиатом фиат вы кладете под подушку инфляция наступает вам на уши и каждый день ваши деньги под подушкой тает 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 и вы каждый день за них все меньше мороженок можете купить скриптой практически все время особенности говорить на горизонте года 2 3 и более более трех лет крипта она наоборот она лежит у вас условно под подушкой и она прирастает если вы будете знаете еще есть такая дурацкое выражение с ним совершенно не согласен но она в этом моменте уместно что деньги любят тишину тишина это все ерунда и чушь но деньги точно любят как бы сказать спокойствие и медленное размеренной вот не торопитесь да вот можно привести пример вот у вас есть устройство которое поломалось и вы хотите его починить у вас есть два варианта вы можете изучить материалы как его починить посмотреть видео на ютьюбе почитать мануал аккуратненько найти с правильные инструменты аккуратненько это все раскрутить не торопясь потратить на это целый день может быть разобрать все аккуратненько записать где что как было аккуратно продиагностировать поломку аккуратно ее починить не торопясь если вы устали отложить на следующий день через день через неделю сделать это все не торопясь сделать это все качественно потом по этой же инструкции по этому же видео обратно все аккуратненько собрать у вас все будет замечательно работать или у вас есть второй вариант вы можете в раше в кипише быстро все разобрать Такие, ой, я сейчас Починю, короче, тут я вот поломал Сейчас надо быстро починить Не запомнить откуда какие винтики Не запомнить как что разбиралось Не записать это на видео, как что разбиралось Просто рандомно все разобрать В процессе вашей починки все половать настолько Что это будет уже не чинибельно Даже профессионалами Вот, друзья, то есть здесь Спешка, да, спешка Она плохо при починке техники И спешка при инвестициях Это тоже плохо Деньги не обязательно любят тишину, но деньги любят То, чтобы к ним подходили Спокойно, осторожно, обычные деньги А крипта это любят еще больше Потому что крипта, она супер портативная Она как фиат портативный Он анонимный, портативный Его можно как бы легко передать А крипта еще более анонимна Еще более портативна И как бы у нее Есть плюсы со стороны блокчейна То, что да, ее там невозможно взломать В принципе, практически, да Но у нее есть и минусы То, что с другой стороны Если вы ваш приватный ключ кому-то передадите Нечаянно Или вирус его захватит Поэтому я также обращу внимание Этот скамер, кстати Возвращаемся к теме скамеров А то я ушел в тему крипты случайно Этот скамер вас может пытаться Еще заставить Поставить какой-то странный софт Типа установить определенную версию Ватсапа Зайти в какого-то бота Написать ему Через этого бота что-то сделать Это все тоже В целях скама То есть они захватят ваши учетки Продадут их на рынке Кому-то Получат доступ к вашим учеткам Везде, где могут Выметут оттуда деньги Или Зади фейснут вас Поудаляют вам учетки То есть Ну сделать вам нехорошо Зачем вам это Поэтому будьте осторожны Всегда Проверяйте скамеров Гуглите имена Смотрите Как давно существует аккаунт Просите Обычно человек В большинстве случаев Не настаивает Но я так делаю Правда Но обычно люди не настаивают Где общаться То есть Если вы начали общаться В телеграме Вы продолжаете общаться Если вы на фейсбуке Начали общаться Вы продолжаете общаться На фейсбуке И так далее Обычно человек Вас не будет Заставлять Он может сказать Слушай, ну мне в телеге Как бы удобнее Ну типа Если тебе в фейсбуке Удобнее Ну ладно Будем чуть реже общаться Но через фейсбук будем Окей, не вопрос Это как бы Как я делаю И большинство людей Мне кажется тоже так Они как бы А вот скаймер Он будет вас Пытаться заставить Поставить Вот ту софтину Которую ему нужно Чтобы получить доступ К вашим системам Особенно если у вас Система на винде Или на маке Ну и в общем Самоизвимые системы Вот Поэтому Будьте осторожны Думайте своим мозгом Анализируйте ваши возможности Если хотите Инвестировать в хрипту Или если у вас Есть подозрительный аккаунт На счет которого Вы не уверены Реально ли это человек Или скамер Можете написать мне Мой телеграмм Fakes Nolden Слит на мелкими буквами Без всяких знаков Мой сайт SX3 Буквы I Точка ру Также мой ник В фейсбуке В большинстве С системы сайтов SX3 То есть SXIII Еще в некоторых сайтах Есть мой ник Security XIII То есть это полная версия XIII это естественно 13 римский Если вы не в курсе Вот Поэтому Security 13 Это мой ник Handle В большинстве Площадок Ну и более короткая Пятибуквенная версия Этого ника Пожалуйста Пишите мне в любые Системы Только сообщите Что вы пришли Из этого видео Чтобы я понимал Что вы тоже не с камеры Что вы вообще О чем вы пришли Что вы хотите там Проверить какого-то человека Или вы хотите Задать вопрос О какой-то крипте Или о каком-то кошельке Безопасный ли он Надежный ли он Или напишите комментарий Под видео Я постараюсь Повесить видео на Одиссеи Повесить видео на YouTube Везде Есть секция комментариев Пожалуйста Секция комментариев Опускайтесь Пишите ваш вопрос Любой вопрос Касаемый крипты Касаемый компьютерной безопасности Касаемый линукса Свободного ПО Свободного железа Пожалуйста Пишите С удовольствием Вам отвечу И будьте Осторожны Будьте внимательны Анализируйте данные Доверяйте своей интуиции Гуляйте по вечерам Если у вас есть Симпатичный вид Особенно хорошо Лес Пляж И все такое В общем Я надеюсь Что данное видео Было для вас полезно И интересно Если так То вы можете Знаете Что вы можете сделать Наверное Знаете Вы можете Подписаться На мой канал Можете поставить лайк Написать комментарий Говорят Что там есть колокольчик Я не проверял Правда еще пока Но говорят Что там есть колокольчик Который даже может Два раза нажать И выбрать всегда Но я еще не проверял Я об этом скажу В следующем видео Вот Ну в общем В третьем В следующем видео И еще раз Если вы хотите Посмотреть Чуть-чуть С другой стороны Взгляд Посмотрите Английскую версию Этого видео Если еще ее не видели И до новых встреч На вечерних прогулках Пока-пока Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok